Украинские активисты открыли первый собственный культурный центр в столице Евросоюза Брюсселе. Чем там планируют заниматься и какую оказывают помощь? Далее в сюжете. Нарисуем веточку, на которой сидит птичка. Добавим еще несколько линий. Руслана Школьник живет в Бельгии 9 лет и владеет собственной арт-студией. С началом войны решила помочь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома. Поэтому теперь раз в неделю бесплатно проводят уроки живописи для детей. И головку добавляем. В соседнем кабинете занимаются уже взрослые с психотерапевтом, делятся опытом пребывания в чужой стране. Цель встречи, говорит терапевт София, помочь всем легче справиться с разными чувствами. Как минимум хотя бы понять, что ты в этом не одна или не один. То есть это уже большой плюс. Потому что нам иногда кажется, когда мы в капсуле и изолированы что-то одно или другое, что мы переживаем что-то ужасное, что все справляются, а я нет. Но это неправда, потому что мы все не справляемся. И это нормально не справляться. Другой способ борьбы со стрессом предлагает Татьяна Король. Она сама беженка. Ее метод работы с разными эмоциями – нейрографика. У каждого свое, да. Или, например, грусть, или какой-то стресс, какая-то злость. Злость же тоже может выглядеть где-то вот так. Для большинства присутствующих такие рисунки – нечто новое и необычное. Оно есть среди участников занятий и те, кто давно знаком с этой терапией. Они рады возможности попрактиковаться и здесь, в чужой стране. Это психотерапия, во-первых. Во-вторых, это способ мышления с помощью искусства. И здесь совсем не важно, умеешь ли ты рисовать. Не важно и то, умеешь ли ты танцевать на занятиях свободного танца от киевлянки Ульяны. Это то, чем мы будем заниматься. Мы будем просто обращать внимание на разные части тела. Двигаться, слушать музыку и расслабляться. Помочь расслабиться, забыть хотя бы на час о своих проблемах и пережитом стрессе. Такое задание поставил перед собой каждый тренер в Первом украинском культурном центре в Брюсселе. Открыли его несколько дней назад своими силами волонтеры общественной организации «Промоут Юкрейн». Люди приходили и говорили, нам негде встретиться. Мы бы хотели сидеть и обсуждать какие-то проблемы. Мы также хотели бы чем-то заниматься, чем мы занимались в Украине и на украинском языке. Помещение целый этаж в офисном центре украинцам предоставили бесплатно, как минимум до конца года. Также мы просим субсидий. Где-то какие-то компании могут нам просто дать небольшой грант на тысячу, на две тысячи евро для волонтеров, чтобы покрыть их транспортные расходы. Потому что волонтеры – это в основном беженцы. Естественно, у них нет средств. В первые дни войны в Брюссель приезжало по полторы-две тысячи украинцев ежедневно. Их приютили разные семьи в городах и поселках страны. Тысячи остались и в Брюсселе. Для многих этот центр как глоток свежего воздуха. Мы вообще удивлены, что здесь настолько развита культурная украинская община. И настолько они помогают именно украинцам, волонтерам. И не просто едой или так материально, товарами для быта и питания, а именно культурой. Они организовывают акции, концерты, которые вдохновляют, которые мотивируют. Организаторы надеются, что этот культурный центр станет не временным, а постоянным проектом, чтобы даже когда закончится война, украинцы за рубежом имели здесь свое место силы.